2. Бежать, чтобы что-то достичь. 3. Спасти себя. 4. Забыть. Это не всегда работает, ты пытаешься ухватиться за это, но оно ускользает сквозь пальцы. Ты хочешь убежать от того, что преследует тебя, но спотыкаешься или пытаешься сбежать как можно дальше. Уже слишком поздно, оно шепчет тебе на ухо. Глава 2. Беги. Пока мама продолжала говорить со мной о школьных отчетах, я не мог не чувствовать себя разделенным. С одной стороны, было мое поведение в классе, которое, казалось, не соответствовало тому, что учителя ожидали от ребенка моего возраста, даже с высоким IQ. С другой стороны, образ таинственного человека преследовал меня, и его отсутствие лишь углубляло загадку и беспокойство, которое я испытывал. Это было так, как будто два мира столкнулись внутри меня – реальный мир школы, ожиданий и правил, и темный, полный вопросов мир моего недавнего опыта. Каждый из них тянул меня в противоположных направлениях, оставляя меня в состоянии смятения и страха. Как я мог объяснить необъяснимое? Как я мог примирить свой разум, логику с тем страхом, который я испытывал? Отсутствие человека в сером пальто не было облегчением, а напоминанием о том, что есть вещи, которые даже мой интеллект не может понять или контролировать. И это для ребенка, привыкшего иметь ответы, было, пожалуй, самым страшным. Возможно, ты думаешь, что я преувеличивал, что это была плохая шутка разума маленького мальчика, который читает слишком много фантастики. Но это было не так, уверяю тебя. Реальность, которую я пережил в тот момент, была такой же осязаемой и ужасающей, как и все, что я читал в самых мрачных книгах на своей полке. И хотя сейчас это только воспоминания, страх, который я испытал, все еще тень, которая сопровождает меня. Педиатр. Воскликнул я, мое удивление и нервозность были очевидны в моем голосе. Осмотры проводятся каждые 2-3 месяца, а с момента последнего прошло всего 15 дней. Да, педиатр. Настаивала мама. Но сегодня мне исполнилось 9 лет. Я практически мужчина. Протестовал я, пытаясь вложить в свой голос ту зрелость, которой, как я чувствовал, заслуживал. Динозавры на твоем нижнем белье говорят об обратном, ответила мама с той материнской насмешкой, которая так меня раздражала. Моя мама всегда находила способ напомнить мне, что в ее глазах я все еще был ее маленьким. Иногда это было обидно, особенно когда речь шла о вопросах, которые подчеркивали мою детскую натуру. Хотя мой ум мог понимать концепции, которые многие взрослые сочли бы сложными, в те моменты я был не более чем ее ребенком, и это могло ощущаться ограничивающим. И уверена, что это не связано с тем, что ты увидела, когда купала меня, может быть, что-то на моей спине. Серьезно спросил я, мысль о посещении педиатра так скоро после последнего вызывало у меня беспокойство. Я не мог не думать, что мама обнаружила что-то тревожное, помогая мне купаться этим утром. Что-то, что оправдало бы ее настойчивость в таком внезапном медицинском осмотре. У меня были свои опасения по поводу того, почему эти красные области появились на моем теле, похожие на те, которые возникают после сильного удара или несчастного случая. Хотя я старался сохранять спокойствие и применять свою логику для анализа ситуации, я не мог не чувствовать укол беспокойства каждый раз, когда видел эти следы на своей коже.